Вторая часть про кодексы, офицеры и вот мои, так сказать, внутренние стандарты. Так вот, моряки, нет, ну, я посматривала, я подумывала и вот не знала, допустим, начать там охотиться или не начать. В общем, не, моряки как-то отошли. И Марина, сестра, младшая, покойная Лена, как-то мне предложил, говорит, слушай, мы жили вообще, у нас совсем близко арт-училище было, ну, там же выходили ребята уже лейтенантами и потом их направляли в разные точки страны офицерами и там поднимались, все такое, то есть уже не надо расставаться, ездишь по гарнизонам, все, не надо расставаться. Есть, конечно, элитные распределения, там какие-то интересные. Вот, теперь это уже вторая, вторая часть, то есть Лена мне как-то предложила, давай мы тебя познакомим. У меня, у нее какое-то, не знаю, там на дискотеге где-то она там ходила. У меня есть знакомый, вот он ищет жену себе, серьезную, и у него распределение на Камчатку. Вот, совсем уже скоро был выпуск, и я пошла на то слепое свидание, вот. У меня с тем первым моряком было первое слепое свидание, да, мы там нас решили познакомить, друзья. И вот, и вот с этим тоже лейтенантом, значит, который на Камчатку, и я пошла, и мы встретились. Вы знаете, у нас встречи именно проходили у меня, во-первых, я никого не приводила в дом. У меня все это, знаете, вот, я там в парке погулять, побеседовать, пообщаться. И как-то быстро я раскусывала, вы знаете, не знаю почему, быстро соображала вообще, понравится ли мне вот внутренний мир этого человека или нет, как он себя ведет. Он был невысокого роста, меня угнетало, угнетало в молодости, у меня был жуткий комплекс о том, что я высокая, высокого роста. Этот комплекс у меня убрал Артурин биологический отец, вот серьезно. У него долго ушло, дольше у него ушло, но убрать комплекс, что я некрасивая. Он как-то убрал, не полностью, но убрал. А вот насчет моего роста, да, тоже, у меня был жуткий комплекс, я даже отпиливала каблуки на своих босоножках и туфлях. На полном серьезе, на пилингом сидела и пилила. И когда в колхозе, вот там 16 лет, что я говорила, мы поехали, это был второй курс техникума, и там, вот когда я с бронхитом, все, и там какой-то мальчик, парень приходил на гитаре, играл. Ну, бронхит-то был, но не знал, что у меня, оказывается, воспаление легких. В общем, мы там сидели, слушали, ну, тут месяц, что мы были в том колхозе, где я сильно заболела, вот. А потом приехала, на Осипово уже была квартира опечатана, я рассказывала и пошла, не на Осипово, на проспекте Шевченко квартира опечатана. Я поехала, искала вот на Осипово, потом в больницу попала, сама в грани пошла, когда мне мама банки предложила, у меня температура 39, там, уже неделю удержалась, она мне банки предложила. Когда я все сама ходила, в общем, в больницу легла. Так вот, за месяц до этого, когда я была в том этом вот колхозе, и там мальчик играл на гитаре, и мы там все сидели, смотрели, и я смотрю, он обратил на меня внимание. Для меня это было так вообще необычно, и он там что-то-то стал ухаживать, и девчонки смеялись, так вот, и подумали, что я даже раз и на поле то не пошла, думали, что я придуривалась. То есть он там сидел возле меня, ухаживал, что я реально была больная, а потом, я месяц была в больнице, и приехала, когда вышла уже из больницы, прихожу на занятия, сижу, а я на каблуках была. И приходит Таня, Таня, если ты смотришь меня, потому что ты меня уговаривал, говорит, приехал, он выходил, а я не вышла. Как меня Таня не уговаривала, говорит, Оксана, выйди, он же приехал к тебе, он сидит, я говорю, не выйду, не выйду. Никому я ничего не сказала, я не вышла, потому что у меня были босоножки на каблуках, а тот мальчик был ниже меня ростом, если я была на плоском, может, он там чуть-чуть ниже меня был, а если бы я была на каблуках, колонча, вот такая вот хохма была. В общем, не вышла я к тому. Посмотрите, иногда вот вспоминаешь свою молодость, и просто хохма, ну что начнёшь объяснять, всему классу, все девчонки говорят, там выйди, особенно Таня. Оксана, выйди, Оксана, выйди. Интересно, я не знаю, Таня помнит или нет, но я до сих пор это помню. Это чувство идиотское у меня, что дальше выйду, у меня там эти вот каблуки, потом я все отпиливала. Так вот, у меня был такой комплекс, ну вот этот вот жених, который несостоявшийся, но он хотел вот жениться, реально, всё, и всё бы получилось. И отвести, у него распределение было на Камчатку. И я там рассказала маме, она, в принципе, говорила, о, там так красиво, всё, ну, то, что мне мама говорит, ну и ладно, я себе просто думала. И знаете, я не знаю, почему я не решилась, но как-то вот не решилась, вот, да, так бы была жена офицера. И потом, значит, это уже, ну вот именно кодекс, чести, но это было интересно, да, вот такие вот, то есть могла. Да, и знаете, вот у меня со Стивом тоже, можно так сказать, за океаном, знаете, по переписке встречи было мало. И да, я вот такая вот, я реально вот в это верю, потому что я внутри была очень серьёзно, и к этому реально очень серьёзно относилась. И у меня со Стивом тоже были такие моменты, что если бы вот в 20 лет, как я, я считаю, вот недоразумение с лётчиком вышло из-за гордыни, когда вот там с мамой я поговорила его по телефону, и всё, я психанула. Вы просто не понимаете, у меня внутри была такая гордыня, вот, просто зашкаливала, что если на меня криво, если я считаю, что на меня криво посмотришь, и всё, я бы вообще не разговаривала, вы серьёзно. Вот такая вот я была, или там слово кривое сказать, это всё. Если я матери устраивала забастовки, голодовки, и вообще это с детства, я просто привыкла себя так вести. Именно, что вот жизнь для меня была как война. То есть, если, какого вот, я считала, мы взрослые люди, мы женимся, какого вообще мама там встряла, и даже если бы он приехал, я бы, наверное, с ним не разговаривала. Я вот сейчас думаю, а вот почему я не полетела? Да я ему письмо написала, всё, вот иди к своей мамочке, вот прилепись к ней, и вообще это вот, если мама тебя там, отвечает за тебя по телефону. Я не знаю, читал он это письмо или нет, наверное, что-то там было, какое-то недоразумение. У меня даже за Стивом так было. Мы с ним переписывались, и однажды я зашла в интернет-клуб, мы вечером переписывались, и всё, я ушла домой спать. И раз он не пишет, не пишет, не пишет, там три дня не пишет, и я себе... А ещё как получилось, я ему выслала номер и сайт бесплатный, где как мне можно прямо на телефон подавать сообщение. Он мне дал одно сообщение, и всё. А я думала, он мне будет там каждые полчаса сообщение передавать. А он мне это вот... Не надо оно ему каждые полчаса передавать, он не такой. Он там раз передал, и всё. А я такая, ага, королеву не оценили. И я ему не отвечаю, и он мне не пишет. Тут три дня проходит, он мне не пишет. И если бы я вот дальше жила с такой гордыней, как у меня и раньше была, то и не писала, и всё, и так бы и потерялась. И я ему взяла и написала, эй, ты куда пропал? Он говорит, ты что, что значит пропал? Ты меня послала вот подальше. Я говорю, куда я тебя послала? И он мне присылает письмо с моего же ящика. Оказывается, когда я вот была на интернете, я не закрыла свою страницу, и кто-то вошёл, ну, сел на том компьютере и написал такое, простите меня, письмо, с такими матами, перематами и угрозами, что, типа, ещё раз мне напишешь, и в полицию на тебя заявлю. Вот в таком плане, с моей страницы. И вот серьёзно вот такая вот подстава была, поэтому, может, у меня и с этим вот, и с лётчиком такое было, да, могла бы, конечно, быть вот... Я считаю себя очень достойным вот именно человеком, в том плане, что с моими вот этими вот требованиями и всё. И вот я как-то думала, что именно там жена или лётчик, офицера, вот что-то такое. Причём начинать у меня не было сразу вот прыгнуть бах и в дамки. Нет, мне не нужен был генерал, мне не нужен был там... Нет, я понимала, что, возможно, и станет когда-то генералом, но для этого нужно за лейтенанта замуж выйти. И... Но мне нужен был именно такой человек, целеустремлённый, потому что я очень много испытаний прошла, и я вот именно такого человека искала, который тоже добивается вот... даже не просто карьеры, а это много sacrifices, то есть многим жертвовать надо. Знаете, я вот в облопотребсоюзе и дресс-код, и выглядеть надо было, и ела я всякие там... Яйца жареные, никогда не жаловалась, потому что надо было делать выбор, или я еду эти деньги себе, оплачиваю институт и так далее, и всё. И вот, то есть я экономила на еде, но за тарелку еды я точно бы не продалась. Вот не продалась бы всё, если я матери голодовки устраивала. То есть у меня такие вот... Такие кодексы офицера, но в армию я никогда не хотела идти. Вот так вот.